Сейчас с нами будет напрямую... О, вот она, разогревается. На прямой линии со студией Виктория разогревается. Все дело в том, что уже совсем скоро, и это будет ночью, как ни странно, будет необычный забег. И для того, чтобы разглядеть дистанцию ребятам, участникам этого забега, понадобится... Или они что-то искать, может быть, или что-то потеряют. Сон они точно явно потеряют в эту ночь. Им понадобится то, что у Вики сейчас на голове. Вика, доброе утро тебе еще разочек. Расскажи, пожалуйста, что это у тебя такое там прикреплено? Гоу-про? Гоу-про. Вика, ты слышишь нас? Вика, да, я... Доброе утро, студия. На голове у меня, не поверите, фонарик специальный. Такие понадобятся участникам ночного забега, который пройдет уже вот-вот на этой неделе. Конечно, при дневном освещении, при утреннем, мне не особо нужен аксессуар, но он крайне будет необходим. Сейчас мы подробнее расспросим одного из идейных вдохновителей этого ночного забега, инструктора по боевой и специальной физической подготовке конвойного батальона Красноярской полиции Илья Антошин. Доброе утро. Доброе утро. Ну, рассказывайте, откуда такая идея появилась? Ну, идея была уже давно, просто как-то видел, что в других городах проводятся такие соревнования, ну, и как-то с целью созвонились, в получасе разговора придумали этот забег. Ну, я предложил, она говорит, давай попробуем, и сделали. Вот такая вот история. Расскажите вообще, какую дистанцию побегут участники, кому можно бежать? Дистанция будет 5 километров, бежать может, кто желает. Если взрослые придут, детей зарегистрировали, то пускай идут, ну, с ними должны обязательно быть. Это в обязательном порядке. Сколько уже зарегистрировано? Ну, 200 человек, и там 210 где-то вот так, и люди еще хотят зарегистрироваться. Ну, место мы закрыли регистрацию, но всякое бывает у всех. Бывает, кто-то заболел или кто-то, ну, не смог прийти, поэтому надо приходить на старт. Если там за 20 минут не будет, не придет человек, то мы обязательно зарегистрируем те, кто пришел. Или поболеть пускай приходится. Вот прекрасно поболеть, отлично. Я, по крайней мере, если даже не побегу, то точно болеть буду. Ну, по крайней мере, с дивана точно. Расскажите, когда, куда нужно приходить, что с собой брать и в каком виде? Ну, в эту пятницу уже, получается, в 23.30 начнется регистрация уже основная. Предварительно у нас была в интернете основная регистрация. И старт будет в 12.00. Прийти надо с хорошим настроением, обязательно на лобный фонарик взять, попить с собой и все. И быть готовым пробежать, получить кучу эмоций. Стартовать откуда будете? Стартовать будем от здания дирекции, получается. У нас будет специально стартовый створ, очень красивый. Ну, там будет видно у нас и будет и слышно. Не потеряются? Нет, не потеряются, точно. Мы будем здесь все уже часов с 9. Будет на трассе, трасса будет размечена специальной лентой светоотражающей, будет на деревьях и также будет на асфальте. С стрелочками и количество километров. Так что, кто впервые бежит, обязательно не заблудятся и никуда не впишутся, совершенно точно. Меня еще интересует такой вопрос. Про места. Будут ли здесь первые, может быть, вторые, может, какой-то гран-при будет? Да. В каждое женское и мужское будет личный зачет. И что парни, что девушки получат грамоты и кубки. Также каждый человек, который пробежит эту дистанцию, получит медаль, кто добежит. Вот. Ну, у вас же в руках вот там есть что-то. Показывайте скорее. Да, есть грамота, которая будет специальная за первое, второе, третье. И есть кубок. Кубок, вот он, смотрите. Это за первое место, но будет за первое, второе, третье в каждой категории. Летучие мыши вот эти, они все светятся в темноте. Если поставить такую красивую... Да вы что, это прекрасное вообще украшение дома в любом случае. Вот даже и как победа, и как в принципе красивая вещь. Да-да-да-да-да. Я так как собираю кубки и медали, я бы такую точно хотел себе. Потому что она еще поставить, ее будет в темноте светиться. Спасибо вам огромное за такую вообще затею. Но, насколько мы знаем, перед тем, как бегать, а особенно на дистанцию, нужно же размяться хорошенько. В этом нам поможет сейчас Эля Рустамова. Доброе утро, Эля. Эля руководитель программы «Беги за мной» по городу Красноярску. Эля, с чего нужно начинать? Ну, начинать нужно разминку с головы и заканчивая, соответственно, стопами. В беге... Начнем? Да, должна быть немного иначе, потому что беговые мышцы должны быть, в принципе, задействованы все, поэтому размяться надо хорошо. Начинаем мы с головы, да. Так, дальше? Делаем наклоны вправо-влево, вверх-вниз, поворотики различные, да. Потом мы разминаем обязательно плечики, потому что они у нас задействуют. Обязательно полностью ручки разминаем там различными наклонами, должны мы размять корпус. Да, тоже наклонами, там вперед-назад сильно не надо, потому что поясница должна находиться в стабильности. Илья подсказывает, да, что обязательно должна быть растяжка, но я не могу не поверить. Одному из главных бегунов Красноярска. Давайте мы парочку выпадов. И очень важно размять бедра и колени, да, то есть вращательными какими-то движениями, наступательными, да, ну и, соответственно, стопа, то есть это самый-таки, наверное, главный, который задействует. Ну, давайте, пара выпадов и побежали. Давайте. Пара выпадов. Пара выпадов. На одну ножку, да, потом на другую. Ну и все, на старт. Надеваем фонарик. Ну, в студии мы сейчас потренируемся в забеге на дистанцию. Я думаю, сегодня, конечно, не 5 километров все-таки, но... Метров 200, да, пробежим. Метров 200 хотя бы мы точно пробежим. Ну что, мы побежали в студии, а вам слово присоединяйтесь обязательно. А так? Спасибо, Виктория Лазарева, за такую классную информацию. Они уже побежали, но мне хочется всех пригласить еще раз на ночной забег в эту пятницу, 23.30. Призважаем всех. Беру с собой фонарик, хорошее настроение, главное, чувствовать поддержку. Это, мне кажется, хороший способ просто все вместе, не знаю, создать что-то невероятное. Продолжение следует...